всем привет сегодня мы открываем сезон 2016 исследований озер южной финляндии и сегодня мы с супругом прибыли на озеро циакс ярви и сейчас мы направляемся к нему погода сегодня не располагает купанию так как довольно прохладно да поэтому парковка довольно таки просторная сегодня практически пуста однако машины имеются значит есть интересующиеся на входе к пляжу мы видим информационный стенд который предлагает нам карту с указанием расположения различных объектов в окрестностях озера и также информация собственно о такс ярви здесь говорится о том что это самое крупнейшее озеро финляндии самой чистой водой и название озера довольно условно так как это некий котлован куда вода поступает непосредственно из недр земли так как нет ни одной несущей в него своего до реки в этом наверное и уникальность дальнего данного озера сейчас мы да сейчас мы сами убедимся в том насколько прозрачно вода в этом озере путь от парковки до непосредственно пляжа достаточно близкий поэтому мы сейчас направляемся к нему муж с обмундированием для подводной охоты и важный атрибут этой поездки металлоискатель поищем золото да вот впереди мы видим озеро на фоне практически ясного голубого неба и густого зеленого леса пляж укомплектован различными приспособлениями для отдыха такими как качели имеется парковка для велосипедов будки для переодевания кафе да все что угодно и два как называется пирса пирса также для купания как я уже сказала в начале погоды сегодня не очень располагает купанию загоранию поэтому пляж пустой однако мы видим людей которые пришли сюда на прогулку итак вот перед нами озеро да идем посмотреть какая у него прозрачная вода ну как сказано в информационном стенде вода поступает из-под земли то есть можно сказать ключевая вода это крупнейший в Финляндии ключ то есть все озеро это огромный большой источник подземных вод на пирс зайди покажи прозрачность итак смотрим прозрачность у самого берега действительно видно камушки песочек очень прозрачная такую прозрачную воду видела разве что в бассейне обычно в озерах вода мутная в них плавает много водорослей конечно это пляж и здесь и вода и песок подвергает особой обработке но тем не менее мы видим очень прозрачная вода сейчас мы зайдем на пирс и посмотрим глубину насколько прозрачна глубина глубина увеличивается но прозрачность не уменьшается даже в нескольких метрах от берега прекрасно видно дно совершенно чистое изумительно чистая вода посмотрим вокруг пляж довольно таки протяженный сильный ветер поэтому достаточно холодно но обещают на следующей неделе потепление надеемся приехать сюда еще и уже испытать воду так сказать на себе на что на счет того водится ли здесь рыба пока ничего не могу сказать возможно что и нет так так также я забыла сказать как сообщает нам энциклопедия площадь данного озера 2,6 км квадратных и глубина около 8 метров и рядом с пляжем мы видим прилегающие частные территории и если присмотреться то у леса на самом берегу мы видим некое сооружение напоминающие издалека шалаш я полагаю что финны уже вовсю готовятся к предстоящему празднику большому летнему празднику очень популярному в финляндии юхануса юханус это день летнего солнцестояния то есть когда самый короткий самая короткая ночь самый длинный день в финляндии этот праздник получил название юханус в россии иванов день в россии он не столь популярен как здесь в финляндии же к этому празднику готовится заранее и вот данное сооружение вероятно сам юханус будет подожжено и будет представлять собой огромный костер и таких костров по берегам рек и озер в финляндии можно будет увидеть очень много празднование начнется с 24 июня продолжится 25 и завершится 26 воскресенье три дня обычно отмечается этот летний праздник в финляндии а мы смотрим на озеро в интернете было присутствовала информация о том что в получасе еды езды от хельсинки находится очень чистое озеро с которым связано множество легенд что вода в нем настолько чистая что ее можно пить и данное озеро той заметки было названо полуярви однако как выяснить позже данное озеро вернее озеро с таким названием находится довольно далеко от хельсинки в районе Йоэнсу и о том что там какие-то особые свойства воды наблюдаются ничего не сказано в связи с чем я думаю что речь шла вот об этом озере сакс Ярви которая находится в районе Нурмии Ярви в районе города Фювинка на котором мы сейчас находимся солнце скрылось набежали тучки поэтому людей становится на пляже все меньше и меньше а мы еще раз полюбуемся на воду невероятно прозрачную прогуляемся по береговой линии мы возвращаемся к сожалению к сожалению не нашли ничего интересного но зато неплохо провели время в новом месте в городе говорят что раз в году нужно обязательно посещать место в котором ты раньше никогда не был вот одно из таких мест мы сегодня и посетили всем хорошей погоды а